Психология личности. Как распознать неуверенность в социальных сетях? Если хотите узнать что-нибудь о человеке, загляните в его социальные сети. Действительно, люди здесь рассказывают миру о подробностях личной жизни, употребляемых в ресторане блюдах, новых покупках, изменениях имиджа и так далее. Но мало кто из них задумывается о новостях, которыми не стоит делиться со всеми, чтобы не прослыть в окружении неуверенной в себе личностью. Итак, что за посты и фотографии публикуют на своих страничках интернет-пользователи с заниженной самооценкой? Распознать неуверенность в социальных сетях можно по публикациям о кулинарной жизни. Мой сегодняшний завтрак – мясо по-итальянски из такого-то ресторана, запеченные овощи на ужин. Ежедневно делятся люди с подписчиками своей гастрономической жизни. И ладно, если вы фудблогер, пропагандирующий ЗОЖ, или кондитер, рекламирующий собственную продукцию, тогда вопросов нет. В других же случаях это раздражает, тем более в таком количестве. Попытки показать всем, что вы питаетесь в дорогих заведениях, каждый день позволяете себе роскошный обед из трех блюд, свидетельствуют о заниженной самооценке и дают возможность легко распознать неуверенность в социальных сетях. Людей ценят не за то, что они едят, а кем являются. Только нашим родным важно знать, сытым или голодным остальным же до этого нет дела. Где я сейчас и куда отправляюсь в ближайшее время? Что подумают обо мне другие люди, не видя умопомрачительных снимков на странице? Переживаете вы, и поэтому неутомимо доказывайте подписчикам, что ведете энергичную жизнь, полную насыщенными событиями, разносторонними приключениями, будь то сдачей экзамена, посиделки с подругами, путешествия за город, поедание шашлыка. Любой проделанный за день шаг не остается без внимания. На основании всего перечисленного выше несложно распознать в социальных сетях неуверенность человека. Помните, что указывать геометки на каждой фотографии глупо. Во-первых, ваше местоположение мало кого волнует. Во-вторых, такая подробная информация на руку людям с нездоровой психикой. Да и специалисты уверены, что подобным образом вы пытаетесь приукрасить жизнь и повысить свой материальный статус. Ведь те, у кого нет свободных средств, предпочитают коротать время дома. Пусть все видят, что я хожу в спортзал. Считайте вы и в качестве доказательств регулярно выкладывайте фото с тренировок в свою ленту. Причем до и после занятий во всех ракурсах, на каждом тренажере. Но сегодня фитнес распространен и увлечили неувлечения большинства барышей, не мужчин. Поэтому никого этим не удивишь. А вот распознать неуверенность в социальных сетях позволит сразу. Подобное поведение объясняется нездоровыми желаниями выделиться из толпы и получить восторженные комментарии от онлайн-друзей. Другое дело, когда тренер-профессионал самостоятельно разрабатывает, размещает на личной странице фитнес-программы. В иных ситуациях это выглядит так, как будто вы забежали в тренажерный зал в поисках подходящего фона, а после удачного снимка стремительно унесли оттуда ноги. Не забывайте, что спортом занимаются для себя, а не для похвалы. Мир жесток, в чем истинный смысл? Как победить депрессию? Размышляете вы и часто пишете посты о неразделенной любви, несправедливости жизни. Но социальная сеть – это не место для выражения чувств и разложения по полочкам душевных проблем. Эксперты уверены в том, что такая постоянная упадническая энергичность в интернете указывает на нехватку внимания. Вы готовы любыми способами добиваться жалости, понимания, чтобы получить очередную порцию лайков, банальных слов от незнакомых людей. А искренни ли они? Обратитесь лучше за помощью и поддержкой к родственникам или психологу, если чувствуете, что в одиночку не справиться. Какой роскошный букет! Поздравляем! Кто он, таинственный поклонник? Заваливают комментариями подписчики, а вы и рады показать всем, что они обделены мужским вниманием. И чем дороже такие жесты на фотографиях, тем выгоднее выглядишь в глазах окружающих. А в этой ситуации психологи убеждены, что вы тем самым пытаетесь показать людям свою важность. Ведь если заваливают подарками, значит любят. Так если это и вправду так, зачем же хвастаться, оповещать об этом весь мир? Истинное счастье, как говорится, любит тишину. Поэтому наслаждайтесь им наедине с любимым человеком. С миру по нитке модный приговор, афоризмы дня, клуб путешественников. В какие только социальные группы не вступает человек, чтобы показаться всем любознательным, начитанным и продвинутым. И ладно, если таких сообществ 10-15, а когда стрелка зашкаливает за 100. Главное не количество всевозможных групп, а качество той информации, которую вы из них черпаете, умение применять полученные знания на практике. Человек не в силах интересоваться всем на свете, поэтому выбирайте ту тематику сообществ, которая близка вам по духу. Нескончаемое число друзей в социальных сетях – это показатель общительности, внутреннего магнетизма и авторитетности. Считайте, вы ежедневно стучитесь в гости к сотням интернет-пользователям. А если зайти на саму личную страницу, она пуста и неважно оформлена. Чем же вы планируете завлечь будущих друзей? Жажда постоянного поиска виртуальных товарищей свойственно замкнутым и стеснительным натурам. Прежде чем собирать толпы единомышленников, займитесь самосовершенствованием. А еще первостепенный упор направьте на создание привлекательного аккаунта, той площадки, где вы станете выражать себя и собственные мысли. И тогда новые друзья к вам сами потянутся. Итак, напоследок, хочется отметить следующее. Чтобы не выдать свою неуверенность в социальных сетях, оформляйте их с умом. Публикуйте здесь всестороннюю информацию о себе. Не перегружайте аккаунт депрессивными постами, не засоряйте ленту глупыми фотографиями. Помните, что личные страницы – это ваше внутреннее отражение. Так покажите миру, что вы сильны духом, гармоничны, счастливы, уверены в себе. Пусть все у вас получится.